Один из пунктов рабочей поездки – беседа двух руководителей с глазу на глаз. Речь не только о КАМАЗе. Путина интересует все – экономика региона, реализация нацпроектов, долги по зарплате и проблемы дольщиков. Далее – экскурсия по заводу-юбиляру. Образцы самых последних разработок. Новейший магистральный тягач КАМАЗ-контент – это следующий этап развития предприятия. Электродвигатель позволяет обеспечивать автономное движение на закрытых территориях при подъемах и пробуксовке. При этом пониженный расход топлива меньше 25 литров на 100 километров. Разработка двигателей Р-6 – наисвежайшая. Серийное изготовление стартовало в июле этого года. Объятие с Ментимером Шаймиевым – это уже в локациях другого завода по производству каркасов кабин. Совместное производство КАМАЗа и немцев. Президент лично оценивает удобство водительской кабины и оставляет свой автограф на дверце одной из них. Далее – общение с представителями трудового коллектива. Есть возможность задать вопрос первому лицу. Спрашивают про поддержку молодых семей, про строительство нового технического вуза в Челнах. Интересуются господдержкой моногородов. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. Это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект. Добрых слов в этот день сказано будет еще много, особенно в адрес нового поколения КАМАЗ-строевцев. Меня сопровождал главный конструктор по инновационным машинам Сергея Истерекова. Молодой парень. Правда, трое детей, но они мне не скажут. И я говорю, откуда ты, Сергей? От современной молодежи, да? Я говорю, откуда ты появился на Челненской земле? Мать, говорит, из Ульяновска, отец из Волгограда. И вот на стройке КАМАЗа они встретились, создали семью. На торжественном митинге в необъятном цеху автомобильного завода более трех тысяч человек – ветераны и первопроходцы, строители и рабочие конвейера. Сцена и трибуна установлены прямо перед главными сборочными конвейерами. Сразу по окончании торжественных речей жизнь здесь снова вернется в привычное русло. Под шум станков на свет будут рождаться все новые, все более современные, более мощные машины, уже покорившие полмира. Сергей Шерстнев, Телеканал Эфир.